Здравствуйте! Я преподаватель Саму Лу Ри О Су Мин. Сегодня мы с вами начнем подробно рассматривать вас основные техники игры на инструменте Гуэн Гуа Ри. Саму Лу Ри Ан Джим Бан – это исполнение Саму Лу Ри в пользе сидя, которое длит от нас хорошей музыкальности и высоких технических навыков. Для того, чтобы играть на Гуэн Гуэн Гуа Ри, естественно, впрочем, как на любом другом инструменте вира, в первую очередь необходимо, чтобы исполнителю было комфортно, словно он и инструмент – это одно единое тело. Поэтому сначала нам необходимо научиться правильно держать палочки. Только когда исполнитель верно держит и управляет палочкой, он может добиться действительно хорошего звучания. А при правиле расположения инструмента достигается исполнение, при котором его тело и чувства находятся в гармонии с энергией Чанг Дана. Поэтому, прежде чем начинать играть на Гуэн Гуэн Гуа Ри, давайте сначала разберемся с позой и основными техниками исполнения на этом инструменте. Если смотреть сбоку, то в основном палочку держат под углом 45 градусов. При этом ее клубка должна быть чуть выше среди инструмента. Это основное положение палочки. Однако, в зависимости от техник исполнения или же стиля самого исполнителя, оно может слегка изменяться. Есть еще один момент, на который необходимо обратить внимание предыдущим отработать техники исполнения. Это контроль звука с помощью приема МАГ УМ СЕ. МАГ УМ СЕ исполняется левой рукой. Открывая и закрывая звук, она регулирует продолжительность звучания, а также окраску звука. Без правильного МАГ УМ СЕ звук Гуэн 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 становится шумом. Первая техника удара называется Кэн. Это одночный удар, при котором звук является открытым. Самое важное в этой технике перед ударом обязательно сделать МАГ УМ СЕ. Эта техника не простая. Для того, чтобы привыкнуть к этому приему, потребуются огромные усилия и время. Давайте отработаем МАГ УМ СЕ и технику Кэн вместе с Чанг Даном. Первое упражнение на трехдольный хоп с ударом Кэн на первую долю. Не забывайте про МАГ УМ СЕ. Раз, два, три, два, три, четыре. Кэн! 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 Второе упражнение также на трехдольных хооп с ударами на первую и третью долю. Первый кэйн приходится на сильную долю и играется с акцентом, второй кэйн исполняется легче. Здесь также перед каждым ударом нужно делать макымце. Раз, два, три, два, три, четыре, кэйн, 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 кэйн. Третье упражнение тоже исполняется на трехдольных хооп с ударами на первую и вторую долю. Второй кэйн необходимо играть с акцентом, не забывать промахнуться перед каждым ударом. Раз, два, три, четыре, кэйн, 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 кэйн. Сегодня мы познакомились с техникой удара кэйн, которая является одной из основных техник использования на инструменте кэйн, 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 кэйн. Это очень чувствительный инструмент. Поэтому играя на нем, очень важно выладеть приемом ма-эм-сэ и обязательно контролировать силу удара. Думаю, что вам будет непросто, но если вы как следует отработаете это упражнение, то в дальнейшем у вас обязательно получится испанить произведение, которое нам предстоит выучить на УРА. До встречи!